Здравствуйте! Вот тут у нас на картинке очень такой важный индустриальный объект. Мартеновская печь ее называют, да? Объект колоссальных размеров, и в нем там такая вот наверху, если посмотреть внимательно, так сказать, в верхней части, чаша, в которой и есть расплавленный металл. А все остальное для того, чтобы подогревать. Подогревается воздух, который поступает, значит, в зону горения, да? Вот, ну, в общем, целая конструкция такая вот, теплообменник. Сам металл занимает не так много места в нем. Это, Мартеновская печь, это элемент современной технологии производства стали. Ну, или почти современной. Доменный процесс, уголь смешивают с железной рудой, то есть с окислами железа, и идет процесс, так сказать, доменный процесс восстановления железа из оксида, и получается сплав железа с углеродом, чугун. А потом вот в этих вот печах его еще варят и выжигают углерод, скажем так, да? Вот это современный процесс. Раньше это было не так. Самое первое железо добывалось, кстати говоря, не из железной руды. А это вот как делалось. В болотах, в грязных лужах накапливается вода родниковая, которая поступает из земли. Если в этом месте, в земле, повышенное содержание железа, может быть, там, кстати говоря, железная руда есть, то эта вода, попав на поверхность, начинает быстро взаимодействовать с кислородом, и железо в ней окисляется. Появляется такая вот желтоватая муть. Наверное, иногда такое случается. Набираете воду в чистом роднике, такая приятная вода, везете ее домой из какого-то дальнего, так сказать, такого вот загородного путешествия. Смотрите, глядь, а через пару-тройку суток там такой ржавый осадок. Это вот образуется болотное железо, это раньше называли. И вот из этой болотной грязи собирается комок, собирался комок, и варится в печи куча такая вот, огромная куча топлива горит, и в ней вот этот вот комок грязи, вот этой богатой железы, получается кричное железо. А потом это его начинают ковать. Ковать, а там, значит, где-нибудь процентов 10, 20, 30 самого железа, а все остальное шлак. И вот эта вот перековка, нагрели, перековали, нагрели, перековали, для того, чтобы не форму придать, как сейчас кузницы делают, а отделить шлак, выколотить, выколотить железо из куска шлака. Вот такая технология. Во времена, скажем так, самого пика развития Римской империи, в Риме производилось около килограмма железа на одного человека. Вот, в средние века граммов 100 падений было. И вот, кстати говоря, есть такое крылатое выражение, да, такая вот шуточка. Каменный век кончился не потому, что закончился камень на земле, а потому что пришли новые технологии. Дескать, век нефти кончится не потому, что нефть иссякнет, а потому что новые технологии появятся. Так вот, век железа в Римской империи закончился потому, что иссякли запасы вот этого самого болотного железа. Негде было ему взяться больше. Все. А новых технологий, вот этих вот доменного производства, еще не было. Не было. Не придумали. Их придумали гораздо позже. Что делать? Вот это одна из причин была упадка античной цивилизации. Без железа она, конечно, весьма слаба была. Без железа. Иссякли те. Когда-то, ведь помните опера Вагнера из золота Рейна. Когда-то в европейских речках было золото. Все добыли еще в античные времена, все золото выскребли. Нет такого железа. Только когда новые технологии пришли, а для этого потребовалось где-нибудь полтысячи лет с лишним. Только тогда возобновилось индустриальное развитие. Так вот, нефть-то рано или поздно закончится, кстати говоря. И, наверное, раньше, чем кончится нефтяной век, она закончится. А чем ее заменить? Придется сколько лет думать? Сто лет или полтысячи лет? Это очень серьезный вопрос, между прочим. Вот такая вот аналогия. Совершенно ужасная. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До свидания. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok